МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Культурный досуг – неотъемлемая часть жизни казахстанцев. Каждый выбирает свое – поход в театр, музей, на выставку или же концерт любимого артиста. В эфире 24КЗ, программа «Ценные», и сегодня говорим о том, как формируется стоимость билетов на эти виды развлечений. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По информации профильного ведомства, на сегодняшний день по стране насчитывается более 270 музеев и 69 театров, из которых 55 находятся в государственной собственности, а остальные 14 в частной. Самое большое количество музеев в Туркестанской области, а вот по числу театров лидируют Алматы. Согласно действующему законодательству, учитывая, что театры, именно речь идет про государственные театры и музеи, в созданной форме предприятия, цены регулируются таким образом. Те предприятия, которые находятся на республиканском уровне, цены регулируются уполномоченным органом, то есть культуры и информации республиканского станка. Те музеи и театры, которые находятся в собственности коммунальной, соответственно, это управление культурой регионом. Один из самых посещаемых объектов культуры в столице – национальный музей. По словам сотрудников, среди посетителей встречаются люди от мала до велика. Частые гости и иностранные туристы. Мы находимся в Национальном музее Республики Казахстан, в зале древнего искусства и технологии Великой степи. Данный зал состоит из двух этажей. Залы, экспозиция зала представляет археологические находки эпохи бронзы, железа и средневековья. Но большую часть экспозиции занимает золотые украшения древних правителей племен Саков и Сарматов. И также в этом же зале находится самый главный, основной экспонат – бренд Республики Казахстан, символ независимости Республики Казахстан – первый золотой человек из Кургана Исык. По словам председателя Комитета культуры Кумыс Сиитовой, все республиканские музеи и театры субсидируются государством. Себестоимость при формировании итоговой цены билетов не учитывается. У нас и музеи, и театры субсидируются из республиканского и местного бюджетов. В основном, допустим, республиканский уровень у нас охватывает от 80% до 100% субсидируются из бюджета. И коммунальной собственности музея и библиотеки тоже до 100% субсидируются. Таким образом, основную деятельность музеев и театров оплачивает государство. Поэтому при формировании стоимости билета абсолютно не учитывается себестоимость. Ну, допустим, возьмем Астана-Опера. Если бы, допустим, государство не финансировало, не субсидировало его содержание, тогда стоимость билета, самоокупаемость одного, допустим, спектакля была бы намного дороже. Соответственно, если его разделять на билеты и на посещения, то это были бы очень высокие цены, неподъемные для нашего зрителя. Входной билет для взрослых стоит 700 тенге. Но чтобы посмотреть экспозицию зала древнего искусства и технологии Великой Степи, нужно приобрести дополнительный билет, который стоит 1000 тенге. Для студентов вход стоит 500 тенге, а вход в зал золота также 500 тенге. Для учеников и пенсионеров вход в музей стоит 300 тенге. Также, помимо цен, прайса, у нас есть акции для многодетных темей, для многодетных матерей, для участников Афганской войны, ветеранов Великой Отечественной войны, для детей из детского дома, также для детей, для людей с инвалидностью. Вход в Национальный музей бесплатный. Но данная акция действует только для граждан Республики Казахстан. Мы провели анализ цен билетов, указанных на онлайн-сервисах, на различные виды культурного досуга. Так, этой зимой запланированы представления в музыкальных театрах разных городов страны. Минимальная цена одного билета – 1000 тенге. В драм-театрах цена начинается от 1500 тенге, как и в театрах кукол. Если говорить о концертах, то, к примеру, в филармонии он может стоить 2000 тенге. Если же выступает известный казахстанский артист или приезжает зарубежный исполнитель, то суммы могут начинаться от 10 тысяч тенге и доходить до 200 тысяч. Один билет на оперу – минимум 2000 тенге, а вот на балет – 5000. Учитывая, что наша задача – обеспечение доступа населения к культурным ценностям, то, соответственно, билеты формируются чисто символически. Учитывается, что все-таки содержание этого здания, музея или театра, коммунальные какие-то услуги. То есть без привязки. Может быть, можно говорить, что театры и музеи зарабатывают на билетах буквально 3-5% от стоимости своего содержания. Поэтому это вот такие очень лояльные цены. Важно отметить, цена на концертах может значительно разниться в зависимости от того, какое место вы приобретаете – балкон, партер, танцпол или фан-зона. Влияют также и расходы на проведение концерта – оформление сцены, требования к оборудованию, световое шоу. Также оркестр или дополнительное выступление, к примеру, танцевальных коллективов. Например, есть исполнители. Нужно будет исполнителей изучать, к примеру, на стриминговых площадках. Стриминговые площадки – это площадки, где исполнители выставляют свою музыку и где набирают прослушивание. И там можно смотреть в целом, сколько было прослушиваний. Есть еще у нас YouTube, где артисты могут выставлять свои клипы, там тоже набирают, можно смотреть. И самое интересное сейчас – ТикТок, да, опять же. Кто хорошо популярен, то есть выставлен на ТикТоке, артисты, да, они становятся популярны и за счет этого они как бы собирают большую аудиторию. То есть это тоже влияет на стоимость. По словам Багдаулета Исаева, самое большое количество развлечений на рынке Алматы – 60%. Следом идет Астана – это порядка 25%. Также Шымкент. Далее идут регионы. На каждый сезон есть свои мероприятия. Например, летом казахстанцы предпочитают посещать фестивали. Весной и осенью – малые и большие концерты. В декабре и январе рынок предлагает большое количество детских шоу. К слову, в последнее время популярность набирают еженедельные, а иногда и ежедневные стендап-шоу казахстанских комиков. Цена – в пределах 5000 тенге. На самом деле стоимость билетов на кассе и в интернете одинаковая в основном. Но есть исключения, где, возможно, сама площадка, дворец республики, им иногда выгодно дешевле делать и через свои кассы продавать. А онлайн-сервисы – есть рыночные условия. Это в районе 80% за автоматизацию продаж билетов. И люди там получают, и в интернете получают возможность продавать свои билеты через этот сервис, продвигать маркетинговые услуги. И плюс еще QR во время мероприятий идет в валидация. Вот эта услуга тоже предоставляется операторам или билетным операторам. И по стоимости это 8-10% от стоимости билета. То есть билетные сервисы не добавляют сверху, а с стоимости берут свой процент. Один из самых больших рисков для организаторов – это технический сбой от билетного оператора. Участники отрасли говорят, такое происходит со всеми на рынке. В выигрыше остаются те, кто быстро реагирует на проблемы и решают ошибки. Наверняка многие казахстанцы мониторили стоимость билетов, к примеру, на какой-либо фестиваль. В первые дни публикации афиши цена одна, ближе к дате мероприятия – другая. Когда мы организовали свой фестиваль, вначале мы продавали билеты дешевле. И это называется «early birth». То есть кто покупает пораньше, он покупает подешевле. И ближе к мероприятию мы поднимали цену и людей. Тем самым мы стимулируем, чтобы вначале покупали билеты. А если говорить про в целом зоны, где есть VIP-зона, танцпол, фан-зона, есть еще в целом обычные сидячие места. И там цены формируются, опять же, по ценности. Креативные организаторы экспериментируют в создании новых форматов культурных мероприятий. Объединение и смешение жанров способствует привлечению новой аудитории и созданию уникального опыта. Увидимся, как и всегда, через неделю. Редактор субтитров А.Семкин